Всем добрый день, меня зовут Егорова Ирина Викторовна, я врач-косметолог, физиотерапевт и тренер по профессиональной косметике компании Гильтек. Мне очень часто задают вопрос, обязательно ли нужен крем после сыворотки. Давайте разберемся. В первую очередь надо понимать, зачем мы наносим крем. Например, за окном ультрафиолетовый индекс превышает цифру 2, то есть 3, 4 и выше, и нам необходима защита от солнца. Тогда, конечно же, мы будем наносить солнцезащитное средство и поверх сыворотки, либо просто без сыворотки, потому что солнцезащитные средства, например, наши, они вполне себе самодостаточные. Например, если речь идет о ночном креме, то не всем нужен крем, потому что есть типы кожи с достаточной себепродукцией, то есть это жирная кожа, это комбинированная кожа, которой не всегда нужен крем. Например, мы нанесли на ночь сыворотку гелевой текстуры, допустим, сыворотку интенсив-омоложение с ультра- и высокомолекулярной гиалуроновой кислотой, или, допустим, сыворотку 5-лептидов или миорелакс. И мы не обязательно будем закрывать ее кремом. Если у человека сухая или нормальная кожа, то крем желателен. Если же жирная или комбинированная, то мы смотрим по ситуации. Для жирной кожи вообще можно обойтись только гелевой сывороткой, потому что липидов кожа вырабатывает собственных достаточно, ее нужно, например, дополнительно увлажнить. Также могут быть ситуации, когда жирная или комбинированная кожа нуждается в кремовых текстурах только в переорбитальной зоне, то есть в зоне вокруг глаз, где кожа изначально не содержит такое количество сальных желез, как все остальное лицо, и бывает пересушенная даже, когда изначально тип кожи генетически заложен жирной. Поэтому тогда человек может нанести сыворотку на все лицо и шею, а на зону вокруг глаз нанести, например, кремовую текстуру, уходовый препарат. К примеру, крем-сыворотку с эффектом лифтинга для век, либо укрепляющий крем для век Ceramides & Peptides. Также существуют текстуры сывороток, которые, ну и вообще структура сывороток, ее значение, которая не предполагает закрытие кремом по разным причинам. Например, кислотные сыворотки. Возьмем, как пример, сыворотку Альфа-Дерм. Она имеет кислый PH, около 3,8-4, 4,2, максимум, может быть, у нее PH, диапазон определенный, это слабокислый диапазон. Поэтому, если мы такую сыворотку, используя ее для противоспалительных целей, или для выравнивания тона, или для людей с замедленным обновлением эпидермиса, к коим относится вся категория 30-35+, когда мы уже должны стимулировать обновление эпидермиса в регулярном уходе. Так вот, если мы ее закроем сразу кремом, а кремы очень часто имеют PH выше, чем слабокислый, то есть могут иметь PH 5-6, и таким образом мы сразу нейтрализуем кислоты, которые работают в сыворотке Альфа-Дерм. Поэтому, если нам очень хочется после Альфа-Дерм нанести какой-то кремовый препарат, допустим, с нормальной сухой кожей, человек может привыкнуть к плотным текстурам ночных кремов, и кожа будет как бы просить этот крем. Тогда подождите час, и после этого нанесите, например, ваш привычный крем. Также нужно относиться с осторожностью к ретинол-содержащим препаратам. Мало того, что сам ретинол имеет свои нюансы применения, у нас есть много видео на эту тему, можете их посмотреть на нашем канале, Но самое главное, что если нужен питательный крем после использования ретинол-содержащего препарата, то также желательно подождать час, и после этого мы можем уже использовать крем. Также есть сыворотки, которые просто сами по себе имеют флюидоподобную кремообразную текстуру и не требуют нанесения крема обязательного. Поэтому, например, если вы используете Brightening Skin, осветляющую сыворотку с коевой кислотой и пептидными осветляющими компонентами, то тоже она вполне самодостаточная, не требует нанесения крема после нее. Можете дополнительно нанести, например, опять-таки крем для зоны вокруг глаз и ограничиться этим. Также помните, что все средства для зоны вокруг глаз прекрасно подходят для зоны шеи. Но если вы используете Brightening Skin, вы обратите внимание, что она имеет такую текстуру, которая, в принципе, нанесение крема не требует. Поэтому, если у вас какие-то есть вопросы на тему нанесения сывороток и кремов, также, если у вас есть другие вопросы, которые появляются в наших видео, то будем очень признательны, если вы в комментариях под видео эти вопросы зададите. Мы с удовольствием их разберем или в отдельном видео ответим на них, или под видео будем вам отвечать. Тем более, это помогает продвигать наш канал, скажет ваш комментарий, ценен для нас. Ставьте лайки, если вам видео было полезным, делитесь им со своими знакомыми и подписывайтесь на наш канал. Очень будем рады. Всего доброго!